Первые обещания Трампа, а против Лукашенко готовится еще одно уголовное дело. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Няхта. Самое важное и интересное новости. Заявление Трампа о своих четырех годах президентства. Популизм или реальный план на будущее? Мы сможем сделать то, что не сможет сделать никто другой. Советы Федерации считают, что Зеленский должен стыдиться своей фамилии. Скандал с отставкой министра обороны воюющей страны. В чем же дело снова? Вчера все в Израиле увидели это. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Реакции на избрание Трампа самые разные. Мы собрали самые важные здесь, к примеру, в ЕС. Поздравили Дональда Трампа и призвали Европу взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и увеличить расходы на нее. Для меня и для нас очевидно, что теперь нам, европейцам, придется взять на себя еще большую ответственность за политику безопасности. Сегодня, завтра, послезавтра. За себя. За наших детей. Мы готовы к этому. Сейчас мы должны мыслить масштабно и делать большие инвестиции в нашу европейскую безопасность. Это также означает, что мы должны освободиться от атаков, которые сами на себя наложили. Особенно, когда речь идет об инвестициях в нашу безопасность в Германии и Европейском Союзе. А также для того, чтобы еще больше укрепить европейскую опору в НАТО. Это не замена нашего трансатлантического партнерства. Это инвестиции в него. Отреагировали и в РФ не только радостью пропагандистов, но и всеобщей показной отстраненностью. Говорят, вообще не важно, кто там будет главный. Наша экономика стоит твердая на ногах. Соответственно, мы будем продолжать реализовывать те цели задачи, которые поставил президент Российской Федерации в своем послании. Независимо от того, как из президента, президента Соединенных Государственных Америки, у нас есть свои задачи в области социальной политики, в области развития экономики, которые в ближайшие 6 лет будут реализовываться в соответствии с посланием президента, в рамках разработанных национальных проектов, для достижения семи главных национальных целей, про которые говорил президент. Ну а мы поговорили с экспертом, который внимательно и давно следит за американской повесткой о том, как теперь быть членом демократической партии, будут ли они уходить полноценно в оппозицию и что вообще означает оппозиция в США. Для демократов на самом деле это, наоборот, возможность в какой-то мере перезагрузиться. В том плане, что я, например, слежу за тем, кто из демократов, некоторых известных конгрессменов переизбирается в Конгресс, но часть известных демократов, в особенности от левого крыла, они переизбираются, например, Александрия Акасия-Кортес в Нью-Йорке, к примеру. То есть это о чем говорит? Мне кажется, что часть демократов, молодежки демократов, то есть молодых конгрессменов, на самом деле в этой ситуации могут получить для себя возможность проявить себя. Потому что до этого мы видели, что было, условно говоря, такое правление геронтократов со всеми плюсами и минусами. Вот эта ситуация, которая будет сейчас складываться, она будет позволять демократической партии, как я понимаю, в большей мере подумать, о кого они могут следующего вырастить из будущих лидеров. Потому что еще раз подчеркну, что это только на два года, это очень небольшой срок. То есть очевидно, что демократы должны эти два года использовать для того, чтобы нарастить, условно, мышцы для будущей схватки за Конгресс. Если политика Трампа во многом будет, ну, например, будет провально, да, с точки зрения интереса обычного американца, то демократы смогут на самом деле слегка и тогда компенсировать вот этот откат, который есть сейчас. Издание Vanity Fair вышло с интересной обложкой после новостей о победе Трампа на выборах с текстом 34 уголовных обвинения, один обвинительный приговор, два дела на рассмотрении, два импичмента, шесть банкротств и еще четыре года. 47-й американский президент. Сам Трамп заявляет, что войн при нем не было и что теперь Америка станет безопасной. Мы будем выплачивать долги, мы будем снижать налоги. Мы сможем сделать то, что не сможет сделать никто другой. Никто другой не сможет этого сделать. У Китая нет того, что есть у нас. Ни у кого нет того, что есть у нас. Но у нас также есть величайшие люди. Возможно, это самое главное. Мы хотим иметь границы. Мы хотим иметь безопасность. Мы хотим, чтобы все было хорошо и безопасно. Мы хотим получить отличное образование. Мы хотим иметь сильную и мощную армию. И в идеале, чтобы нам не пришлось ее использовать. Знаете, у нас не было войн четыре года. У нас не было войн. Валентина Матвиенко посоветовала Зеленскому мне называть громко свою фамилию. Председатель Совета Федерации. Во время правительственного часа в Верхней Палате Парламента обратилась к первому заместителю министра здравоохранения Владимиру Зеленскому с шуткой о его фамилии. Она посоветовала ему не называть ее громко, намекая на совпадение с именем президента Украины. Зеленский отреагировал на это с улыбкой, хотя мог бы и обидеться. Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте. Владимир Анатольевич Зеленский занимает должность первого заместителя министра здравоохранения России с декабря 2021 года. Скорее всего, это не первая подобная шутка в его сторону. Скандал с отставкой министра обороны воюющего Израиля. Кроме протестов на улицах, лидеры оппозиционных партий усилили критику в его адрес, назвав непригодным и нелегитимным. На пресс-конференции в Кнессете четыре оппозиционных лидера выразили обеспокоенность действиями на Таньяху, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Хамас, Хизбалой и внутренней нестабильности. Увольнение Галанта произошло на фоне его публичной критики, судебной реформы, предложенной правительством, что вызвало массовые протесты и обеспокоенность среди военных и гражданского общества. Оппозиция считает, что отставка министра обороны в разгар конфликта подрывает национальную безопасность и свидетельствует о приоритете политических интересов над государственными. Ни Таньяху не пригоден. Он не может руководить Израилем во время войны. Наши сражающиеся солдаты не могут доверять ему. Граждане Израиля не могут доверять ему. Вчера все в Израиле увидели это. У него был выбор между позором и войной. И он выбрал позор. Оппозиционные лидеры призывают к немедленному прекращению судебной реформы, восстановлению Галанта в должности и проведению досрочных выборов для формирования нового правительства. Ранее в марте 23-го года Натаньяху уже пытался уволить Галанта за критику судебной реформы, но отступил под давлением общественности. Но нынешняя отставка произошла в более напряженный период, что усилило недовольство оппозиции и общества. Но пойдет ли правительство на новые выборы, если фактически Натаньяху получил гарантию поддержки от нового президента США? Мы задали этот вопрос Алексею Якубину. Я понимаю, у Трампа есть желание отбить, условно, Россию, вот этот некий альянс Китая-Россия, разбить этот альянс и, наверное, что-то предложить потенциальной России для того, чтобы вывести ее, или как минимум ослабить этот альянс, который есть. И поэтому, я думаю, Трамп и будет совершать часть своих действий, направленных на такую стратегию. Но по Ближнему Востоку, я думаю, что вероятность, например, какой-то большей войны между Ираном и Израилем увеличивается, очевидно, потому что Трамп известен своим про-израильской оппозицией. И Натаньяху тоже, мы помним, даже не так давно, когда он приезжал в Соединенные Штаты Америки, он получил достаточно холодный такой душ в Конгрессе у демократов, но, тем не менее, поехал к Трампу и встречался с ним. Потому что позиция Натаньяху тут будет в этом плане более поддержана новой администрацией. Правозащитные организации передают в Международный уголовный суд доказательства преступлений против человечности, совершенных режимом Александра Лукашенко. Письмо обращения приготовили и подписали общественные правозащитные организации. Они требуют от стран-участниц МУС рассмотреть все возможные меры для привлечения Лукашенко и его сообщников к ответственности за пытки, политические репрессии, произвольные задержания и другие серьезные нарушения прав человека. Правозащитники предоставят соответствующие доказательства и информацию, собранную в поддержку предварительного расследования в офис прокурора МУС и государством-участником МУС, а также подтверждают свою готовность оказывать поддержку в отношении подобных расследований. Подписанты обращаются к государством-участникам Международного уголовного суда присоединиться к обращению Литвы с просьбой о расследовании предполагаемых преступлений против человечности, совершенных Лукашенко и представителями его режима. Правительство Литвы, обратившееся в МУС, утверждает, что имеются достаточные доказательства трансграничных преступлений, включая преступления против человечности, совершенные белорусскими властями. Сам Лукашенко тем временем заявляет, что Минск нужно поделить на части, чтобы привести в порядок. Что же тогда раньше происходило все эти долгие 30 лет? Владимир Евгеньевич, у тебя должок. Ты думал, что я забыл. Ты мне обещал поделить Минск на куски, скажем так, и архитекторы должны сказать, как мы его дошлифовать должны. Вот здесь что-то построили, до ума довели целый микрорайон. Да, сделан микрорайон. Да, вот нам надо посмотреть основные места, особенно в центре. А то я всегда держал-держал эти площади, но не перегружая их, надо посмотреть, что там добавить. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. И про кнопочку «Суперспасибо» тоже не забывайте, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!